Чего не было в наше время? У нас не было буллинга, не было того, что кто-то над кем-то издевался, унижал, где-то избивал. И это сейчас происходит во многих странах мира. И я читала, у тебя тоже были посты на эту тему. Как ты думаешь, с чем это вообще связано? И как с этим бороться? Ну, я скажу, что в мое время это было. И у нас в школе это было. И мы ходили школа на школу. И такие конфликты между молодежью, я думаю, что оно всегда имело место быть. А в данный момент, естественно, то, что приобретает именно такой усиленный характер, это, естественно, все социальные сети. То есть так называемый кибермоббинг, который распространяется очень быстро, распространяется инкогнито в социальных сетях. И, естественно, 90% всех вот этих проблем связаны с социальными сетями, платформами. Потому что молодежь не умеет этим пользоваться. Каждая какая-то мелочь, оскорбление, он распространяется с невероятной скоростью. Очень трудно отследить, проконтролировать. И, в принципе, занимается система немецкого образования этим вопросом. То есть у нас проходят проекты, мы приглашаем людей, полиция, югендант. Мы сами учителя часто и много на эту тему вещаем. Но, как ты видишь, это в любом случае имеет место быть даже при всей вот такой общественной работе. А как реагировать родителям? Например, ко мне приходит сын и говорит, меня там бьет один и тот же мальчик постоянно. Или он меня обзывает, или он меня раздражает. Что мне делать? Не обращаться в школу, говорить с его родителями или подходить к нему, как-то тоже угрожать ему, пытаться. Что вот правильно делать в такой ситуации? Ну, во-первых, если мы говорим сейчас о самом буллинге как таковом, буллинг это не вопрос одного случая. То есть если кто-то там что-то один раз кого-то толкнул, повздорил какая-то там, произошла потасовка или какой-то конфликт, это не буллинг. Буллинг это затяжной характер. На протяжении какого-то времени определенного ребенок подвергается психологическому насилию. Да, то есть это не дело одного случая. И поэтому если ребенок, ну, ты сейчас рассказала много таких факторов, кто-то там его обозвал, да, или там побил. Нет, нет, вот допустим, если это один и тот же делает на протяжении длительного периода времени. Это буллинг, естественно, это буллинг, и на это нужно обращать внимание и сразу, сразу действовать. Не ждать, что там когда-то что-то где-то утихнет или там уляжется, или само собой все, да, как-то сложится. Этого, естественно, не произойдет. То есть это все только усугубит. И, как правило, нужно, во-первых, чтобы ребенок вам доверял родителям, чтобы он все рассказывал. Если кто-то что-то заметил, какой-то, ну, может быть, ребенок стал себя очень странно вести. Может быть, он был по натуре тихий, но стал очень раздражителен. Или наоборот, ребенок был активный, да, и вдруг закрылся в себе. То есть поменялась какая-то форма поведения. Если у него ухудшились оценки, нежелание идти в школу, какая-то психосоматика, то голова болит, то живот болит, что-то вообще непонятное такое, да, я болею, я все плохо чувствую, не хочу идти в школу. То есть это уже говорит о том, что уже что-то, да, нужно бить тревогу. Да, я бы, ну, как бы тесно общалась бы с ребенком, и такие маленькие конфликты сразу бы шла бы по следам, и, ну, просто бы и сняла это, да. Это делается все элементарно. Пишется мейл учителю, классному руководителю. Только классный руководитель имеет полномочия заниматься такими конфликтами. Никакие югенд-амты, никакие адвокаты, ничего там, никакие директора, и тем более никакой шуль-амт этим не занимается. Как сразу кто-то говорит, идите сразу туда-сюда. Прежде всего, даже если вы пойдете в шуль-амт, я не знаю куда, вас, первое, что вас спросят, а вы классному руководителю говорили, первое, что вас спросят. И если вы скажете, нет, вы пошли там по головам и вот туда, то, ну, вас отправят, потому что классный руководитель, непосредственно он и только он занимается таким родом деятельности. Это его полномочия. Пишется мейл в таком форме, такого протокола, что произошло, когда произошло, кто был причастен, и просьба разобраться в ситуации. То есть это еще даже фиксация идет, жалобы. Конечно, конечно. Если вдруг что-то произойдет, лучше это фиксировать сразу. Обязательно. Не то, что там фиксировать, а вы сразу пишете мейл. Вот ребенок пришел, говорит, меня там ученик XY толкает. Вы говорите, что всегда толкает или только сегодня там толкает, да? Но тут нужно смотреть, да, здесь такие вопросы, то есть, да, если там это просто толкает, то, ну, как бы, да, вот мне, например, у меня была недавно такая проблема с сыном, он мне сказал, да, там, что кто-то там что-то там говорит, на него там такие слова. Но говорят, знаешь, не то, что его обзывают, а у подростков есть такая вот, ну, чтобы показаться таким более современным, таким вот, ну, вот таким, да, крутым, они употребляют такие, ну, скажем, их нецензурные слова по отношению друг к другу. Ну, и как бы никто этим, как бы никто особо вниманием не подает, потому что, ну, типа, это вот куль. Мой сын, для него это не куль, мы дома так себя не называем, я уверена, что родители этих учеников тоже так дома себя не называют. Он им сказал, мне не нравится, что вы так меня называете, не называйте меня так. Они продолжали его называть, ну, не его, а как бы всех, они общались между собой, он им опять сказал. То есть получилось так, что он им несколько раз сказал, и они так называют. И как-то дома у нас это вышло такая, я говорю, а почему ты классная учительница не сказала? Он говорит, ну, вот я что-то, ну, что-то там, да, вдруг они что-то там, вот им влетит, типа. Я села, написала классному руководителю и прикрепила копию письма директору школы. Ты не поверишь, в течение получаса, получаса мне прошло, классный руководитель мне пишет. Все, она это все взяла на заметку, завтра будет разговор с детьми. Полчаса. Все. Поэтому кто-то мне говорит, школа не обращает внимания, учитель ничего не делает. Это все неправда, неправда. Потому что не может чиновник, учитель, который имеет статус чиновника, которого конкретно стопроцентная полномочия разбираться в этих делах, просто не реагирует. Если учитель не реагирует, значит, он болеет, он не читает, значит, он просто не поставлен известность. Нужно писать еще раз мейл. Прикрепите директору, завучу школы, школы. То есть это нужно что-то делать. А если это какой-то девятый, десятый класс, там уже такие дяди конкретные учатся. И маленькая какая-нибудь худенькая такая учительница, которая не представляет там какого-то особенного авторитета для них. Она с ними поговорила, это ничего не дало. И, допустим, приходит папа этого обиженного ученика, подходит к этому мальчику, где-то говорит, слышь, ты, придурок, еще раз будешь обижать моего мальчика, допустим, или скажешь что-то плохое, а тебе голову. Этот мальчик, обидчик, может же пожаловаться своим родителям, да? Или еще кому-то. Это уже считается незаконным, такое поведение. Это уже получается как угрозы какие-то? Или были тоже такие случаи? Я думаю, что такое тоже случается в Германии. Ну, я хочу сказать, что то, что маленькая учительница, у меня 10 класс, и я могу сказать, что у меня мальчишки, они все, и девчонки выше меня, потому что я роста небольшого. И, поверь мне, если я с ними о чем-то говорю, то я говорю так, что больше я повторять это не буду. То есть здесь идет уже такой пласт доверия и пласт, естественно, уважения. То есть если я о чем-то с детьми говорю, и мы о чем-то договариваемся, или какой-то происходит конфликт, и я его с ними разбираю, то все. То есть это достаточно разговорно один раз. То есть у меня никогда не было такого, что я говорю как об стенку горох. То есть у нас конкретно, они знают, что я консенквентна очень, что если я сказала, то я обязательно сделаю. У меня слов на ветер я не бросаю. То есть я считаю, что тут должна быть такая база доверия. Классный руководитель и класс мой. Ежели существуют какие-то, что папа... Во-первых, в школу родители не приходят. Ну, не в школу, где-то он его там подсторожит где-то. Подождет возле школы за углом, например. Ну, такое может быть где-то есть, я таких случаев не знаю. Вообще, если... Мы уже здесь, если идет речь о насилии, да, конкретно о рукоприкладстве. Если ребенка побили, и он приходит домой, у него ссадины, там синяки, то я сразу советую идти в полицию. Сразу. Если ребенок приходит домой избитый, не надо думать, а что мне делать, а куда идти. Сразу идти в полицию и фиксировать факт избиения. Сразу. Даже если ребенку не 14 лет, и ему по закону ничего не будет, и все это мы знаем, тра-ля-ля. Но факт того, что на ребенка заведено там какое-то, это уже будет отметка стоять в системе, в полиции будет стоять отметка, что такой-то такой-то ученик в 13 лет, да, был такой инцидент. То есть это, естественно, не проходит, это приходит повестка домой, приходит повестка в школу. Я не думаю, что родители будут очень прям радоваться какой-то повестке, что их на его ребенка, на их ребенка накатали какое-то заявление. Я считаю, что таких детей, как раз вот таких нарушителей нужно вот так приструнять, да. И пусть ему хотят, ему нет 14 лет, ничего не будет, но даже если этот инцидент повторится, да, то есть такие, которые любят руки распускать, они, как правило, попадаются не один раз, а несколько раз, то уже будет в системе когда-то отметка ООО, а вот тогда-то, тогда-то этот уже у нас тут, смотрите, уже опять, а там еще раз, еще раз, и тогда уже в последующий раз будет больше, как сказать, можно будет больше что-то с этим сделать, да, какие-то, может быть, работу ему, да, исправительную, там что-то, какие-то социальные часы ему дать, потому что, ну, рукоприкладство нужно приструнять, это не, ну, так не пойдет, о чем мы говорим, да. Поэтому здесь, в принципе, если речь идет о каком-то конфликте, это одно дело, пишется учителю, но если ребенок пришел домой реально избит, и реально у него какая-то там, да, травма или что-то еще, только в полицию, в полицию, директору школы, учителю также все это писать, но с самого начала, не потом уже, как некоторые родители мне пишут, а у меня вот месяц назад избили там, да, месяц назад. Также есть такие еще, знаешь, моменты, которые я тоже считаю очень важным озвучить. Однажды мне прилетело письмо, что ее ребенка, мама одной, заставили снять штаны и показать его достоинства, и все это сняли на камеру, на телефон. И мама мне звонит и говорит, что делать, она нашла у него в телефоне. То есть, как они это все сняли и переслали ему, или как она могла сказать? Да, да, да. А зачем он это сохранил все? Боится ребенок, то есть какие-то угрозы, какая-то группа, группа каких-то, причем мы сейчас говорим не о каких-то подростках, а мы сейчас говорим вот о 11-12 лет, да, 10-11-12 лет, это начало средней школы. И, ну, может быть, они его припугнули там, да, сказали, вот у нас на тебя там материал, если там кому-то что-то там ты скажешь, вякнешь, у нас есть вот на тебя, да, ну, все тут. И мама мне звонит и говорит, а что мне делать? Ну, да, у меня в этот момент просто шевелится на голове волосы, и я сразу в полицию идти, сразу же, вот с этим же телефоном, с этим же ребенком, сразу идти в полицию, докладывать на все, что случилось, кто это был, кто виновник в школу, а я отыскала бы прям файл видеодиректору. Вот, чтобы видели все, сразу вытаскивать. Такие правонарушения должны вытаскиваться наружу, и это должны видеть все, да, потому что такое недопустимо, никто не может подойти к моему ребенку и заставить его снять штаны. Никто, это просто, это, ну, это вообще просто, даже хуже, чем побить, да, и поэтому, когда родители в этот момент не знают, что делать, сразу в полицию, сразу, вообще даже никого не спрашивая, с телефоном, с ребенком в полицию и директору школы письмо. А вот у вас был еще случай, ты писала тоже в инстаграме, что один подросток, сколько ему, 14 или 15 лет, был опыранул ножом своего одноклассника, и насморти он его убил, или он все-таки выжил? Да, нет, нет, это было в школе не у нас, это была школа города Люнена, которая находится от нас 100 километров, это все известные случаи, было в 2018 году, это есть в интернете, в сетях, Фокус и Бильд, это об этом был репортаж. Ученик пришел со своей мамой в школу, мама стояла рядом, и они ждали социального педагога. Рядом прошел другой одноклассник, который что-то там как-то не так посмотрел на его маму, видать, конфликт между подростками был, сынами вызвали в школу, они стояли, ждали, и в этот момент он достал просто нож и зарезал на смерть. Ребенок на месте скончался, и ну вот так. Ничего себе, если он пришел с ножом, значит, он уже что-то планировал такое. Не просто так же он взял этот инструмент. Сто процентов, да. Есть такие случаи, когда дети таскают ножи из дома в школу, на паузах бегают, хвастаются, мальчишки, да, особенно такой есть. Есть такой, у меня был такой инцидент, это, наверное, был класс шестой, один мальчик с моего класса увидел ножик у другого, или седьмой класс, это был, увидел нож у другого маленького ученика с пятого класса, видел, что это опасно, тот как-то играл, забрал у него этот нож, в этот момент шел завуч и поймал моего ученика. И у нас началась, ну как бы меня вызывают в школу, вот твой ученик, значит, с ножом, все такое. Я поехала сразу к нему домой, то есть я такие вещи не оставляю, там, значит, на мейле, на что-то там, еще что-то. Я сразу еду домой к ученику, звоню в дверь и разбираюсь, что было, как было вообще, как бы вообще что произошло, потому что нож – это такая вещь, которая, ну как бы не ждет там каких-то, знаешь, имейлев и что-то там еще, да, то есть это серьезная штука, угроза жизни. И когда мы во всем этом разобрались, было понятно, что от чего идет, но я сказала, что никогда в жизни, пока ты вообще несовершеннолетний, такие штуки в руки не берешь. Ни дома, ни в школе, тем более, если ты видел, зачем ты это брал, нужно было, так сказать, заучью или учителю, или все, но ни в коем случае не брать в руки, потому что, не дай бог, какая-то авария, кто-то бежал, упал, представляешь, ребенок бежит на паузе, упадает, и у него в руках нож. Это просто катастрофа. Да, то есть это недопустимо и очень опасно. А вот еще интересен момент. Во всех ли школах есть религия или нет? Конечно. Предмет религии есть во всех школах. Она может быть евангелическая, католическая, ислам. И те, кто не является религиозным человеком или нет той религии, которой он себя считает причастным, то он выбирает предмет, называется практиши философии. То есть философия, да, такой предмет, который включается в альтернативу религии. То есть где все это проходится, изучается, но, как правило, не в такой углубленной форме, а в форме такого общего какого-то, да. У них есть свой концепт, есть школьная программа. И, в принципе, ну, это абсолютно выбор каждого. То есть если ребенок хочет посещать религию, он может посещать, а если нет, он может ее не посещать. То есть у нас все, у нас в школе нету исламской религии, потому что нет учителя. И мои дети, ученики моего класса, кто принадлежит исламской вере, да, они ходят на вот этот предмет практическая философия. Но у меня сын, допустим, сейчас учится в частной школе, и у них этика, у них религии тоже. В первом классе еще только. Да, этика это вот как раз вот что-то такое, вот такая же альтернатива, как практическая философия, да, где просто они разговаривают там о каких-то вещах. А есть ли еще какие-то предметы, которых нет в постсоветских странах? У нас в гимназии, да, в гимназии в Газантшуле у нас есть Дарштейленн Гештальтен, это такая программа, которая базируется на креативном подходе к мышлению. Там есть пантомима, сценическое какое-то, да, такое искусство, немножко в литературу, такой у них уклон, да, то есть показать себя, игра на сцене, какие-то, может быть, креативные проекты, что-то связано с творчеством, да, называется Дарштейленн Гештальтен или Дарштейленн Гешпирена, ну, по-разному называется. Есть у нас предмет сейчас, который очень набирает огромную такую прям популярность, называется Социаль Гениаль. Это профессия, профессия, идет у нас такой же, как бы, отбор по профессиям, и профессия, которая прикреплена к этому предмету, идет в социальном, таком вот, в социальном объеме, то есть дети, кто посещает этот предмет, они берут шефство над каким-то учреждением социальным, будь это детский сад, хоспис, интернат, дом престарелых, да, то есть они берут шефство над нем и занимаются именно социальной работой, то есть они конкретно организовывают проекты, заботятся о людях, которые находятся в этом социальном учреждении, тем самым, как бы, да, показывают себя вот именно в этих профессиях, такие, ну, как бы, это нужно любить, да, то есть туда этот предмет, он принадлежит группе Вальпфлихт, именно тот предмет, дети его, это не для всех, то есть это необязательный предмет, но его можно вейлен, да, то есть выбирать, и они обязаны этот предмет с 7 по 10 класс пройти, и потом существует также и контрольный, и сдача экзаменов, да, и какой-то проект в конце, то есть это предмет первой группы, который влияет на абитуру, на оценку абитура, то есть это главный такой, как предмет, который они выбирают, но он принадлежит именно группе, первой группе предметов вместе с главными предметами, да, немецкий, английский, математика. То есть это необязательный предмет, они его сами выбирают, да? Это предмет обязательный, но по выбору, да, то есть после 7 класса, да, идет такой спектр предметов на выбор, потому что гэзамтшули все-таки больше дает возможности выбрать профессию, попробовать себя в разных таких отраслях, да, у нас есть предмет также керпа от гэзунхайд, мое тело и здоровье, как нужно питаться, спортивный, как нужно, например, здоровье, да, тело, что, то есть обычно туда идут ребята, он такой более, немножко напоминает, может быть, физкультуру, плюс к нему добавляется немного биологии о том, как состоит наше тело, как работают белки, углеводы, то есть вот в таком вот русле. Это тоже предмет группы, и дети его выбирают, есть социальгениаль, потом театральная вот эта, да, фишка с театром керпа унгэзунхай, также есть садоводство, то есть дети ходят в сад, в школьный, и занимаются там, да, занимаются, они изучают, какие деревья там, что-то растения, как там все это, да, то есть что там делать, как сушится, например, там трава, да, или там сбор яблок, как их там посушить, сделать чипсы, почему это, то есть вот такая вот, да, тоже интересная такая альтернатива простым занятиям. В гимназии, кстати, такого нет, да, в гимназии ты там идешь, физика, география, и вот это все. А у нас, я считаю, что это большой плюс, потому что, ну, не всем быть академиками, да, кто-то, может быть, действительно найдет себя в садоводстве, и пойдет потом в флористику, да, в ботанику, может быть, какой-то, да, ландшафт, делать аузбильник, почему бы и нет, вот. Ну, естественно, языки у нас также три иностранных языка в школе, да, английский, французский, испанский, и, в принципе, так же, как и в гимназии. А с какого класса начинают иностранные языки учить в Германии? Или это по-разному во всех школах? Во всех школах по-разному, но в основном, я знаю, что он легкое такое ведение иностранного языка может быть и в начальной школе, да, там первый, второй, третий класс зависит от проекта, школы, как это начальная школа внедряет, но официально этот предмет, естественно, английский язык вводится уже в пятом классе, то есть это уже просто вот 100%. То есть, то есть есть начальные школы без иностранного языка? Есть начальные школы без иностранного, у меня у среднего сына в начальной школе, по-моему, со второго класса после второго класса был введен такой легкий, такой, знаешь, в форме, в игровой форме, да, такой у них был учебник и с ними занимались английским, я думаю, что много там он не выучил, но хотя бы такое вот легкое ведение уже как второй иностранный язык было, а официально, естественно, как главный предмет английский выступает уже в средней школе. А заметила ли ты за годы своего преподавания какие-нибудь изменения в школьной системе? И если да, то к лучшему или к худшему? Потому что я слышу, что многие немцы сейчас жалуются, говорят, что образование в школах было намного лучше раньше. Ну, я думаю, что это связано напрямую с инклюзией, да, с инклюзивной вот этой вот реформой, которая была введена, внедрена так, наверное, 15 лет назад, когда сказали министры образования Германии, что все дети с особенностями могут посещать нормальную обычную школу, да, то есть Зондершули, так называемая школа, где учились только ученики с особенностями, их стали закрывать, они стали терять свой. Ну, потому что решили обучать всех детей и с особенностями, и детей, кто просто обычно может подходить к учебному процессу в одном классе. Вот, это, опять же, да, социальный такой, опять же, нюанс, который помогает более гуманно относиться к людям с особенностями, а людям с особенностями, да, я сейчас говорю о детях и о подростках и вообще, им проще будет потом адаптироваться в нормальном мире, в нормальной системе, потому что они ежедневно учатся в такой, ну, как, в реальной такой, да, жизни, жизни, то есть не только с такими, кто, как они, но также сильными, слабыми, да, с какими-то там, не знаю, да, у каждого свои, скажем там, нюансы, и проблема вся в том, что учителей для работы с этими детьми с особенностями никто не обучал, то есть, понимаешь, если я учитель, я не знаю, как обращаться, например, с учеником, у которого там, может быть, Тауретт-синдром, или у которого там дефицит внимания, или у которого там эмоционально-социальная какая-то проблема, то есть, нас, учителей, никто на эту тему не, то есть, то есть, учителей, которые сейчас, которые уже новые, да, вот молодые учителя, естественно, что у нас этот капитль есть, там, инклюзия и все прочее, а раньше мои коллеги, которым уже, например, за 50 лет, они понятия не имеют, как с такими детьми, как на их техним подход, такие дети часто становятся кем? Такими диверсантами маленькими, которые портят дисциплину, портят средний балл оценок, да, потому что с ними нужно много заниматься, эти такие дети требуют больше внимания, больше усилий, определенного материала, то есть, если у меня в классе, например, 4 уровня детей, да, инклюзивные дети, слабенькие, средненькие, сильные, я должна подготовить тему на 4 уровня, одну тему на 4 уровня, это получается для меня, естественно, много работы, или я пришла в гимназию, понимаешь, у меня все одного уровня, я там, ну, как бы дома не делаю себе, ну, не мыслю, как же тут мне преподнести материал, потому что у меня все одного уровня, а в нашей школе их много, таких детей, и чтобы эффективно эти дети получали материал, информацию, эффективно учились, и участвовали в учебном процессе, это все ложится на плечи учителя, и материала нет, материала мало, сейчас он уже, стал появляться, может быть, что-то там, ну, и то, его нужно адаптировать от каждого ученика, да, есть же, ну, там, дети с абсолютно разными, да, особенностями, поэтому это не так просто, и это самое большое изменение в школьной программе за последние 15 лет, именно вот то, что инклюзия пришла просто во всем своем, да, вот понимании, в обычную школу, мало специалистов, зондропедагогов таких, которые занимаются такими детьми, просто наклад, вот их просто нет, то есть, если, если в таком классе у нас есть два инклюзионных класса, в каждом, в каждом году, в каждом классе, в каждом, например, с пяти классов, с четырех, у нас два инклюзивных класса, этот класс обязан иметь специального педагога, потому что, ну, без специального педагога, то есть, их три учителя в классе, с такими, такими ребятам нужен специальный педагог, обычный учитель, им мало что может дать, а что же, как же другой класс, то есть, вот это вот такая вот... Я, конечно, преклоняюсь перед учителями, потому что это нужно иметь столько терпения, чтобы из года в год стоять и рассказывать одно и то же, еще нужно быть немного психологом или много психологом, да, чтобы найти общий язык с ребятами, и вообще нужно быть артистичным, уметь правильно разговаривать, жестикулировать, для того, чтобы тебя люди слушали, потому что, если ты что-то мямлишь себе под нос, да, люди просто отключатся, им будет неинтересно, и можно выгореть вообще таким образом, поэтому я, конечно, да, преклоняюсь и восхищаюсь перед учителями, которые не выгорают, которые всю жизнь преподают и делают это успешно. Да, нужно любить детей, понимаешь, когда ты любишь это дело, потому что учителя все-таки это не профессия, это должно быть призвание, понимаешь, так как вот, ну, ты должен любить это дело, потому что, если ты не любишь возиться с детьми, обсуждать, вот это вот все, да, то очень сложно влиться вообще в систему и, как ты говоришь, выгореть, да, очень много коллег у нас, кто, у кого бёрн-аут, кто не выдерживает, но многие выгорают, потому что профессия учителя, это понимаешь, дать и брать, вот я вижу отдачу детей, и это же мой ресурс, я им же наполняюсь, вот, но когда ты только даешь, 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 да, нужно убрать синдром перфекционизма, да, что ты все, прямо у тебя все идеально, то есть это нужно вообще забыть в этой профессии, и это очень социальная профессия, где нужно быть и мамой, и врачом, и, как ты сказала, и психологом, да, и всем, вот, всем, чем хочешь, да, мастер на все руки. Ну, учитывая, то, сколько раз у нас прерывался интернет, и у тебя хватило терпения, все это выдержать, переподключиться, мы видим, конечно, какие у тебя уже качества, терпение, это в первую очередь присутствует, и что тебя любят дети, это тоже немаловажно. Я желаю тебе успехов в твоем деле, я так поняла, что твоим детям, твоим ученикам повезло с учителем, что они тебя уважают, и любят. Я надеюсь, да, что они будут меня вспоминать, и что я им много дала для жизни, именно не то, что я их там чему-то научила, каким-то предметом, а именно как люди, они будут состоявшиеся люди с большой буквы, это самое главное, да. Хорошо, спасибо тебе за интервью, за то, что уделила так много времени. Тебе спасибо. А вы, пожалуйста, пишите в комментариях, может быть, у вас еще что-то интересует, и мы тогда с удовольствием ответим на ваши вопросы. Всем пока. Спасибо. Пока.